Здравствуйте, я Евро Баксутов, главный редактор проекта «Постнаука». В программе «Перспектива» мы говорим с учеными о науке, о настоящем и будущем, о том, какие вопросы стоят сегодня перед исследователями, о том, каких ответов нам стоит от них ожидать. И наш сегодняшний гость, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных в биофаке МГУ и заведующего лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов, также на биологической тему МГУ Александр Коплан. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас пригласили, разумеется, чтобы поговорить о нейрофизиологии и этих нейроинтерфейсах, которыми вы занимаетесь, и которыми занимается ваша лаборатория. Но вот уже по традиции, все-таки давайте начнем с дисциплины. Что такое нейрофизиология на биологическом факультете МГУ, поскольку мы знаем, что нейрофизиологов являются многие исследователи из разной дисциплины биологическая как бы нейрофизиология что это ну нейрофизиология думаю что все-таки это классическое определение это наука который занимается тем как работает мозг причем речь идет о том как работают сами нервные клетки как они передают обмениваются друг другом информация нервные импульсы это все вот из области нейрофизиологии как связаны разные структуры между собой как они управляют мышцами это все нейрофизиологии принципе то дисциплина которой занимаетесь вы это я так понимаю психофизиологии если некоторые разделы нейрофизиологии то вот такое пограничное поле между психологии и физиологии правильно да вы знаете идут между самих специалистов идут споры есть ли такая наука психофизиология но очевидно что то должно быть между нейрофизиологии занимающиеся исключительно нервными клетками чистой физиологии психологии который занимается образами которые создают мозг человека вот как мозг человека создает эти психические образы это предмет науки психофизиологии не могли вы может быть чуть подробнее рассказать о психофизиологии то есть какие споры какого рода то что кажется что психофизиология это соответственно должны быть исследователи имеющие психологическую подготовку то есть одновременно занимающиеся психологии и скажем как не некоторого рода биологии имеющий биологический бэкграунд кто это в первую очередь биологи или психологи знаете это все-таки физиологи которые которые начитались психологии которые но серьезно там позанимались в области психологии им интересно какие процессы нервные процессы сугубо нейро физиологические процессы приводят тому что например возникает память или возникает образ или происходит мышление это все психологические категории но у них же есть физиологический подтекст вот как переходит нейрофизиологии как физиологии физиологические процессы обеспечивают психологически это моя работа ну а можете привести какой-то пример собственно что что является сугубо вот такой психофизиологической темы то есть что является психологической в этом случае понятно то есть психологи просто не заглядывают физический субстрат а то есть они ищут биологический субстрата некоторого они изучают только то что вот могут считать процессе там скажем интервью а физиологи наоборот в первую очередь работает живым материалом чем собственно данном случае какой-то пример чтобы почувствовать эту тему смотрите вот есть основные психологические процессы восприятие мышление внимание сознание это все основные психические процессы возьмем какой-то из них один из первичных восприятие как рождается образ в голове у человека но психологи исключительно тестирует поведение предъявляет портреты распознайте пожалуйста и как быстро вы распознаете и точно ли распознаете что вас в первую очередь интересуют глаза или рот или нос и так далее это психологический контекст а физиологический контекст что же порождается в мозгу во время восприятия как мы действуем очень просто например мы предъявляем какой-то образ на экране компьютера и смотрим физиологическую реакцию ответ мозга на это лицо потом предъявляем другое лицо знакомое то было незнакомо интересно разные реакции физиологически на знакомые незнакомые лицо физически один и тот же свет один и тот же один тот же объем информации как бы но неуловимое соотношение глаз носа лица овала лица и так далее создает знакомость вот эта знакомость проявляется физиологических реакциях или нет проявляется оказывается и в чем в каких компонентах вызвать сала мы как только начинаем изучать эти компоненты понимаем каким структурам они привязаны ну и вот так то же самое например процесс внимания еще более отвлеченный от нейрофизиологии как организуется внимание почему мы слышим одни звуки не слышим другие которые еще более интенсивные чем 1 оказывается существует такая регуляция которая блокирует входы причем именно на определенный пример на выстрел пушки блокируется вход а на слабый писк младенца ну классический пример открываются и усиливать подбрасывается чувствительность это чистая физиология она обеспечивает вот такой психический феномен как селективное восприятие все таки если говорить о психофизиологии это если я правильно понимаю все-таки биологическая наука не не психи не не психологическая то есть в принципе те люди которые занимаются сегодня психофизиологии то в первую очередь в первую очередь геологи или все-таки есть какая то прогул а 99 таких отдельных людей физиологов потому что они порождаются на пример fehlt институтах и на биологический факультет но специальность одна и та же физиологи и там и там только одни больше ориентированы на устройство организма его функционирование в норме а медики на функционирование в условиях патологии что приводит патологии как откликается патология на физиологию а физиологи классические они рассматривают норм поэтому мы преподаем например на медицинском факультете нормальной физиологии при этом никакого разделения между этими дисциплинами не зависит как вот микробиологии есть собственно медицинская мига да и и там есть очень жесткая очень четко разделение вот те кто занимается патологиями опасными этими микробами и соответственно те кто занимается более-менее скажем безопасными да то есть такая даже в свое время мы сформулировали в одной из передач с такую формулу как бы как все темные светлые маги в том смысле вот здесь вот если если такое разделение сильное между физиологами медицинскими и биологически знаете по происхождению вот в каждой такой области в нормальной патологической физиологии трудятся медики и физиологи с биофак когда уже вот они при этом они уже не разделяются и как но конечно медики тяготеют больше к логе патологических процессов или аномалий каких-то ну так их там больше их больше там все физиологическая наука все-таки она она заставляет думать одинаково откуда бы человек не пришел с медицинской специальности или биологической готовят ли специально вообще вот психофизиолог да каким образом скажем можно становится все как-то делал да знаете ну вот у нас например на биологическом в культете есть две кафедры физиологии одна физиология человека просто любых органов в том числе и мозга а другая кафедра высшей нервной деятельности это исключительно вот физиологи мозга и именно высшей нервной деятельности это кафедра более специализирована чтобы готовить психофизиологов потому что там речь идет только мозг у нас кафедра более такая ориентирована на нейрофизиологии ну а дальше зависит просто от того куда поведет научная жизнь может на кафедре физиологии как раз быть хорошая психофизиология на кафедре венды хорошая физиология и так далее потом может все перегрузится но готовят в принципе психофизиолог готовится вообще по по работе когда он начинает специализироваться в своей работе и существует физиология существует психология но на факультете психофизиологии на факультете психологии существует специальная кафедра психофизиология ну естественно существует специальность психофизиология вот можно сказать так если уж если вы настаиваете откуда берутся психофизиологии психофизиологи то по рождению от кафедры психофизиологии факультета психологии а по работе они уже становятся потом по факту. Фактически специальность такую присваивают как раз на психологическом факультете? Получается так? Нет, специальность такую по защите кандидатских работ, уже там присваивается, ну, так сказать, кандидат психологических наук по специальности психофизиологии. Потому что психология имеет много специальностей. Так же, как и физиология там имеет несколько ответвлений. Поэтому присвоение специальности физиолога – это по окончанию кафедры. Я физиолог по образованию. А вот психофизиолог по образованию, мне кажется, там психолог. Более-менее мы как-то разобрались в этом различии, в этой дисциплине специальной. Но если, может быть, чуть-чуть в историю пойти, в какой момент возникает вообще эта область? Ну, то есть, если не совсем там от Адама, не какие-то вот предисследования академические, а вот сугубо вот появление дисциплины. Психология возникла, это вторая половина позапрошлого века. А к концу этой второй половины, то есть 1890-й годы, возникла психофизиология. Это просто она так называлась тогда, даже учебник был издан, физиологическая психология. Она еще не называлась психофизиологией, физиологической психологией у Бунда. Знаменитый Бунд, вот он, можно сказать, отец-основатель, хотя Гельмгольц, физик, тоже приложил туда руку, потому что он измерял физическими методами, психические процессы. Но все-таки кажется, что для того, чтобы эта дисциплина по-настоящему состоялась, необходим все-таки довольно высокий уровень технического прогресса, для того, чтобы считывать вот ту реакцию на восприятие образов, на деятельность мозга в процессе формирования памяти или реакции человека, насколько, какие, может быть, этапы или какие важные открытия, скажем, в этой области появлялись для того, чтобы возникла дисциплина? Ну, вы правы, да. Самый главный прибор, который в психофизиологии появился, это усилитель биологических потенциалов. Но он появился очень давно, но в принципе его построение было настолько плохо, что чувствительность была низкая. И вот только в последние годы, ну и в последние годы, я бы сказал, в последние 25 лет появилась вычислительная техника и появилась электронная техника, которая позволяет на полную мощь изучать физиологическое обеспечение психических процессов. Это касается и собственной регистрации реакции, физиологических реакций и предъявления зрительных сцен, например. Раньше это было невозможно. Сейчас это на экране, в 3D изображении. Пожалуйста, почти что реальный мир предъявляется человеку. Поэтому сейчас она в расцвете. Все-таки если чуть-чуть подробнее относительно самого принципа. Вы сказали, что на первых этапах возможности его были ограничены. Но чтобы хотя бы приблизительно понять, с какого рода это ограничение, то есть что можно было там считывать, условно говоря, в середине 20 века, и что можно считывать сегодня? Смотрите, значит, не в середине, а в самом конце позапрошлого века, 19-го, уже можно было регистрировать электрические колебания мозга у собак. А электрические колебания же отголоски этой жизни мозга уже хорошо. Ну как? Надо вскричь череп, приложить электроды прямо к поверхности мозга. Можно регистрировать? А вот так, чтобы с поверхности черепа, вот это было недоступно, недостаточно было чувствительности приборов. И где-то только в первой трети 20 века появилась возможность регистрации электрической активности непосредственно с черепа, с сложной поверхности. Приложили электродик, ну грубо говоря, взяли копеечную монетку, припаяли проводок. Вот вам электрод приложили, ну так немножко сделали солевой раствор, чтобы плотный был контакт. Все, по проводку пошел ток. Но этот ток очень, и разность потенциала в том очень маленькая, миллионные доли вольта. Вот их-то надо было и поймать. И такая техника появилась уже в конце прошлого века, в 20-м веке. Каким образом, собственно, происходит расшифровка этого сигнала? То есть мы его считывали, считываем, поймали, хорошо смогли уловить. Каким образом дальше его интерпретация происходит? Ну да, тут много проблем. Действительно, вот эта вот кривая, то есть если непрерывно записывать электрический потенциал от головы, то будет какая-то такая волнистая, ритмическая, более-менее ритмическая кривая, которая неизвестно о чем свидетельствует. И принципиально там не заложено никакого шифра. Там нечего расшифровывать, потому что это отголосок внутренней информационной деятельности мозга. Ну как если бы мы регистрировали, допустим, шум от паровоза, что там есть какой-то шифр? Нет. Шифр во внутренних сигналах, как там управлять разными агрегатами этого паровоза, а это шум. Инцфалограмма, то, что мы называем биопотенциалы регистримого из поверхности мозга, это шум от мозга. Но мне так говорят и, так сказать, иронизируют на эту тему. Я говорю, да, это шум. Но хороший механик по шуму много в чем разберется в этом приборе. И вот мы фактически этим и занимаемся. Расшифровкой того, какие отголоски, каким процессом соответствуют внутренне мозга. И основная метода такая. Мы даем человеку какую-то деятельность или предъявляем какие-то сигналы и смотрим, как изменяется этот самый шум, как мы вам с вами сейчас обозначили. На самом деле, что изменяется в этой самой инцфалограмме? Вот эти корреляты изменений мы берем за основу. Это наша азбука жизни мозга в отражении электрических потенциалов. Ну а какие тут могут быть корреляты? Скажем, скорость реакции, ее интенсивность или что-то? Да, 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 может быть и это. Ну, например, вы закрыли глаза, у вас совсем другая ритмика. Появляется так называемая альфа-ритмика, большие волны, 10 волн примерно в секунду, 10 герц. Заметный альфа-ритм. Открываются глаза, он почему-то исчезает. Как-то быстро, медленно, но исчезает. Какие-то люди имеют альфа-ритм больше, каких-то меньше. Если вы просто находитесь в состоянии релаксации, у вас одни ритмы мозга. Если вы возбуждены, другие ритмы. Можно сделать спектр этого, разложить в спектр эту самую кривую. Но это физический и математический прием разложения в спектр. Но он дает, он показывает, что такое-то определенное лекарство, которое, например, успокаивает человека, приводит к увеличению альфа-ритмики. Приведите пример просто конкретный, чтобы... Лекарство запрещено приводить в пример, потому что люди начнут быстро вскупать его в аптеке. Но есть лекарства, например, я общее название, например, называю транквилизатор. Они снижают тревожность, например. И при этом уходит так называемый тета-ритм. Это 4-5 колебаний в секунду. Это ритм, ну, в определенном смысле он возникает, когда человек напряжен. Он уходит немножко. А наоборот, альфа-ритмика, которая говорит о релаксации человека, она поднимается. Это такие характерные перестройки. Если мы применяем психостимулятор, то уходит и тот, и другой ритм, но поднимается бета-ритмик. Это быстрые ритмы, 20-30 колебаний в секунду. Немножко я утрирую, но вот примерно так можно ориентироваться. Так можно распознавать, например, действие лекарства. Человек принял какое-то психотропное средство, я не имею в виду наркотики, а лекарственное. И можно по спектру его энцефалограммы определить, что же он принял. Психостимулятор, который возбуждает, или нейролептик, который угнетает. Тогда появляются медленные волны, сродни тем, которые возникают во время сна. И вот так мозг довольно тонко откликается на внешние воздействия и на внутренние состояния. Вот исследуя это, можно тогда как-то понимать уже не зная. Зная эти корреляты, теперь мы можем просто взять человека и посмотреть, что за спектр. Наверное, он принял что-то не то. Но если все-таки говорить не о воздействии каком-то биологическом, но имеется в виду не о воздействии какого-то вещества на организм человека, а, скажем, реакции на образы, которые вот вы привели, пример, то как здесь... Да, ну вот вы сначала совершенно верно заметили, здесь важна скорость реакции и амплитуда, интенсивность реакции. И еще оказывается, что реакция не одномоментная, она развивается в несколько этапов. Самый первый этап, например, это активация сетчатки. Вот уже этот момент, активация первых переключений от сетчатки и зрительного нерва в мозгу, мы тут же видим маленький печок. Это примерно десятая доля секунды, меньше даже, 70 миллисекунд. Вот в этот момент уже есть некоторый отклик. По его амплитуде мы можем судить, насколько интенсивно освещение сетчатки, насколько яркий был стимул, который предъявил. А вот дальше идет компонент, который уже свидетельствует о том, что информация пришла, например, в более высокий уровень, наконец, в кору. И все эти компоненты мы теперь знаем, они изучены физиологами и нейрофизиологами. И в зависимости от того, какой компонент выше или ниже, мы понимаем, где остановилась информация, куда она дальше не прошла. И даже мы можем уточнить, там еще дальше идут компоненты, которые называются когнитивными. Они отражают реакцию, внутреннюю реакцию, внутреннюю активацию смысловых процессов. То есть вы узнали знакомое лицо, появится компонент, примерно через треть секунды появляется компонент, он так называется, P300, позитивный компонент в области 300 миллисекунд. Это означает, что вы узнали то, что ожидали. Или вы не ожидали, но вдруг встретили что-то знакомое. Вот этот P300, по нему можно следить, это реакциями человека, сказать, вот он сейчас узнал, значит, что-то то, что он ожидал. В этом случае нейроинтерфейсы, которыми, собственно, занимается ваша лаборатория, какую функцию имеют, или каким образом, как они используют вот эти достижения психофизиологии? Ну вот нейроинтерфейсы, я бы хотел просто сразу сказать, что это не аппараты, не устройства, не методики, даже не технологии. Нейроинтерфейсы или технологии нейроинтерфейсов, это определенного в смысле философии, с которой начинается, а остальное все, так сказать, уже прикладывается. Философия в каком смысле? Ну, наш мозг имеет много входов. Зрение, слух, осязание, обоняние, мышечное чувство и так далее. Много входов. Что делает мозг с этими информационными каналами? Ну, он бы мог прекрасно, организм мог бы с этими каналами прекрасно жить рефлексами, условными и безусловными рефлексами. Стремимся туда, где тепло и сытно, убегаем оттуда, где холодно-голодно, да еще и каких кто-то съест. Вот так организована жизнь, рефлекторная жизнь простейших животных и, может быть, основная жизнь высших даже животных. Но у человека происходит таинство. Мозг порождает представление о внешнем мире, образы внешнего мира. По сути дела, мозг человека перемещает внешний мир, как модель внутрь себя. Мы в каком-то смысле живем в мире представлением, представлений о физическом мире. Вот это таинство мозга, оно заставляет задуматься. Мы имеем внутри богатство внешнего мира. Персональный наш мир не менее богат, чем вот этот физический внешний. Но как поделиться? Как поделиться этим миром? Если у нас только из мозга много входов, но только один выход – мышечный. Мы не можем проецировать из глаз на экран то, что мы видим внутри себя. Мы можем только нарисовать. Но представляете, кем надо быть, великим художником, чтобы сделать картину того, что у меня в образе. Ну или проговоритель, или поэт, или поэт, или писатель, и так далее. Но заметьте, везде мышечный выход. Больше ничего нет. То есть мозг тратит большущие усилия на то, чтобы, условно говоря, написать драйверы для управления вот этими манипуляторами, руками, чтобы сделать великую картину. Или же, значит, речью, которая в письменном виде даст нам войну и мир, и так далее. Пластика танца, ну и так далее. Бег пальцев по клавиатуре, по пианино, и так далее. Все это мышечный выход. Только выдающиеся личности через этот узкий мышечный выход могут дать, ну что-то, какой-то образ того, что у них внутри. Как быть обычным людям? А как быть людям, которые еще хуже? В ситуации, где и мышечного выхода нет, сотни тысяч людей только в США обездвиженных полностью. Ну разные болезни приводят к этому. Это могут быть и молодые люди, и среднего возраста, и пожилые. Человек заключен в себе, он не может ничего сказать, с ним нет общения, только глаза смотрят. Как бы получить новый выход от мозга напрямую? Ведь мысли и программы рождаются в мозге. Как бы их перехватить и спроецировать на экран в буквальном смысле? Вот это и есть направление, которым занимается нейрофизиология, нейрокомпьютерных интервейсов или психофизиология. Потому что мы, как мы уже с вами уточнили, здесь и нейрофизиология, и психические образы, которые, собственно, нужно передать через новый выход. Напрямую от мозга. Ну, а насколько это возможно? Ну, допустим, более-менее понятно, что можно каким-то образом считывать реакцию человека на простые ответы, типа «да, нет». Да, то есть вот показывать ему карточки, соответственно, считывая энцефалограмму, то есть просто реакцию его на ту или иную карточку определить там «да, нет». Но насколько возможно считать что-то более сложное, чем вот простую единичку и нолик? Видите, вы уже расшифровали, как делаются нейроинтерфейсы. Действительно, можно автоматизировать этот процесс, предъявлять карточки, ну пусть будут буквы. И смотрите реакции мозга на каждую из букв. И тут есть такой фокус. Реакция на ту букв, которую человек задумал, немножко другая, не такая, как на остальные. Мы тут же это отгадываем и понимаем, что человек задумал эту букву. Если автоматизировать процесс на экране, расположить всю клавиатуру с буквами и просто подмигивать каждой буквой, это и есть предъявление букв, то быстро выясняется, какая буква нужна человеку в данный момент. Эту букву прямо печатают сверху в строке. Ну так у нас делается. Потом следующая буква, следующая, следующая, и все, человек набирает текст. А с какой скоростью можно набрать такой текст? Да, верно, ключевой вопрос. 15 букв в минуту. Ну, самые лучшие интерфейсы, ну вот у нас один из самых лучших, мы соревновались в Австрии. 15 букв в минуту. А в то же время мы понимаем, что если мы двумя пальцами будем набирать, то это будет 100 букв. Поэтому медленно. Я обычно в таких случаях говорю, что когда-то конные экипажи были быстрее, чем автомобили. Да, но 15 букв в минуту зависит в первую очередь от интерфейса или от пользователя. То есть насколько здесь важна способность пользователя вот таким образом реагировать на буквы? Вы знаете, способность пользователя автоматическая. То есть мы используем автоматическую реакцию мозга, ответ на заинтересовавшую букву. Там уже есть изменения. Но чтобы его выявить, нужна статистика. Надо немножко накопить. В этом простом фокусе и прячется время. Но только вопрос, который напрашивается сам собой. Предположим, вы посадите меня перед этой машиной. Мне необходимо, для того чтобы считать то, что я говорю, то есть то, что я хочу произнести, это слово записать. Я должен каким-то образом на него настроиться, на это слово. То есть от уровня моей концентрации. Есть же подобные игры даже, там майндбол, когда от активности мозга шарик передвигают туда или сюда. И вот мы с вами можем так сидеть и двигать этот шарик. Победит тот, кто либо там притянет, либо наоборот оттолкнет. То есть от человека в значительной степени зависит и то, как успешно он может это делать. Возможно, просто наши еще способности не настолько развиты. Нам это не нужно. То есть, скажем, нам с вами не нужно так следить за собственной реакцией для того, чтобы набирать там 15 слов. Раньше же люди, в общем, ну и большая часть людей там в Советском Союзе, не имея опыта работы с компьютером, скажем, медленно печатало. Были только профессиональные машинистки или те люди, которые связаны были с печатным словом. Насколько здесь все-таки неподготовленность современного человека влияет на вот эту скорость? 15 знаков в минуту или 20 знаков в минуту. Да, пожалуй, вы правы. Тут, конечно, есть этот компонент, где человек должен настроиться, фокусировать внимание. Это вообще-то главная проблема современных нейроинтерфейсов. Они все работают на фокусирование внимания. Внимание к внешнему образу этой самой буквы или к внутреннему. Я могу сфокусировать внимание на том, что я сокращаю, допустим, пальцы, рук. И таким образом поймать реакцию. На самом деле я этого ничего не делаю. И у человека больного, допустим, это даже невозможно. Но мы можем зафиксировать это фокусирование на внутреннем образе. И мы можем ловить это как команду. Мы договоримся. Сокращаете правую руку, это включите телевизор. Думайте просто об этом. Но вы правы, что везде есть фокусированное внимание. Это одна из проблем нейроинтерфейсов. Как автоматизировать эту процедуру? Реакции появляются автоматически. Но от того, какой фокус внимания, эта реакция будет больше или меньше. Если нет внимания расфокусированного, мы ничего не сделаем в этом интерфейсе. Поэтому идут работы в области того, как это автоматизировать. В частности, мы сделали что? Мы, например, соединили мозг человека с экраном компьютера. Там три цвета. Знаем. Зеленый, желтый, красный. Вот с движками этого цвета я подсоединил туда ритмы мозга. И я подумал так, что если у человека есть внутреннее предпочтение цвета, так психологи, по крайней мере, говорят. Ну вот вам движки мозгу. Движки, пожалуйста, сделайте палитру, которая мозгу удобна. Это была работа сделана еще в 2005 году, опубликована в International Journal of Universities. Так вот, мне было интересно. Человеку я не сообщил испытуемому, что он соединен с монитором. Внутреннее предпочтение, конечно, у него есть. Но должны теперь мозг договариваться с монитором. Потому что человек даже не знает, что он соединен с монитором. Он думает, что изучает просто нервную деятельность какую-то и все. Интересно, подобрал ли мозг сам себе что-то на мониторе? Подбирает. Из 15 человек примерно 12 подобрали какой-то цвет. Но это другой вопрос. Это то, что это за цвет, который не подобрали. Но если повторить эти эксперименты, они повторяют стабильно тот же самый цвет. Так мы и сделали эти контрольные опыты. Значит, получается, видите, без сфокусирования внимания, без ничего. Мозг начинает договариваться с внешней средой, если ему даны рычаги управления. В данном случае рычаги управления цветом. Вот сейчас, если бы в студии были бы эти рычаги управления, мы бы зашли, и каждый смоделировал бы свой цвет на этой поверхности. Но в этом случае, когда человек набирает слово, вот предположим, мы садимся, меня вы сажаете перед этим устройством, надеваете на меня какой-то шлем или что-то, и не говорите мне, и передо мной клавиатура, и вы мне точно так же с цветом не говорите, что я могу делать. Говорите, что просто исследование, вот посидите 10 минут, как с энцефалограммой на самом деле сейчас проводится, в темной комнате. Вот так же вы сажаете, и передо мной мигает эта клавиатура. Что получится в результате? Это слово, которое там, то, о чем я думаю сейчас, или это будет абракадабра? Да, вы знаете, ну вот вы подходите к проблеме детекции, детектирования внутренних намерений человека. Скажем так, человек, конечно, имеет какие-то фокусы внимания. Они отражают его внутреннюю текущую жизнь. Но если ему не сказать, что он как-то сейчас исследуется, а просто на экране предъявляет некоторые образы, то те, которые будут совпадать, или где-то около с тем, в чем он сейчас находится, мы получим повышенные реакции. И если так на экране непредвзято, ненавязчиво предъявлять разные образы, то мы таким образом можем вскрыть эту внутреннюю картину жизни. Но так схематически очень. Мы не можем прочитать мысли. Ну то есть в этом случае будет абракадабра. То есть получается... Ну такие, да, смазанные картинки. Вот этот фокус внимания на этом, на этом, на этом. Я имел в виду прямо про буквы, потому что все-таки это значит, что... Буквы тоже, точно так же. Вы знаете, значит, нужно обязательно фокусироваться, конечно, на букву. На слово. Если слово, это уже образ. Образ мы не можем... Мы должны готовить специально тогда эти самые корреляты. Мы должны подготовить, что получится на такое слово, какой паттерн в ЭГС, на другое слово, на третье, на четвертое, а дальше следить, сканировать все время энцелограмму, как что-то изменение какое-то есть, к какому это слово относится. Но слов-то очень много. Это непродуктивная технология. А в этом случае слоговые, ну вот, не буквы, а слоги, не являются более, там, не знаю, эффективным или быстрым способом? Знаете, наверное, эти вот такие коммуникаторы, сейчас они называются... Называются спеллеры. Так сказать, вот они транслируют из мозга напрямую эти самые буквы. Как раз вот сейчас изучают возможность поскорее набирать тексты. И, наверное, это будет такой же интеллектуальный набор, как, скажем, мы набираем на смартфонах, где уже подсказываются какие-то следующие слоги и так далее. Это можно убыстрить значительно. Но мы сейчас говорили о базовой технологии набора отдельных букв. Вы правы, сейчас будет набор и слогов, и слов, которые прогнозируют уже компьютерные программы. Ну вот, собственно, относительно прогнозов, какие перспективы у этого направления? То есть, что дальше? Или, скажем, что сейчас мешает сделать следующий шаг? Прежде всего, это медицина. Сейчас уже сферы приложений, точки приложения медицины известны. Мы уже говорили о людях, которые полностью обездвижены. Их сотни тысяч, но еще больше, десятки миллионов людей, у которых временно обездвижена та или иная конечность после инсульта, после травмы. И так далее. Как тренировать такую конечность? А это очень важно. Первые 3-4 месяца тренировка дает последующую жизнь этой конечности. Или она останется уже обездвиженной. Потому что нужно тренировать, собственно, не просто мышцу, а нужно тренировать программу и тренировать тот участок мозга, который был поврежден. Значит, мы ставим туда прямо эти электроды, там получаем отклик, намерение человека. Хочу сжать руку. Вот здесь, а сжать руку он не может. Нет тренировки. Тогда здесь приспосабливается к этой руке экзопротез. Устройство, которое помогает сжать. А устройство включается как раз силой нашей мысли. И тогда начинается тренировка. Информация от пальцев, мышечное чувство, уже бежит мозг. И мы таким образом тренируем систему управления рукой. Дальше протез, экзопротез снимается, и уже человек начинает потихонечку тренировать свою руку. Это уже технологии, которые начинают потихоньку входить в жизнь. У нас сейчас большая программа как раз создать вот такие протезы, экзопротезы, которые позволят человеку, временно попавшему в такую ситуацию, восстановить свои функции. Но это медицина. Вопрос о том, нужно ли это здоровому человеку. Вот вы знаете, здесь ситуация с нейроинтерфейсами примерно такая же, как с персональными компьютерами, когда они засоздавались в гараже. Ведь тогда эти ребята думали, что они создадут 5-6 ноутбуков для друзей и знакомых, потому что другая существовала концепция терминал и огромная машина типа ТЭЦ. Где-то, так сказать, во дворе стоит. Мы же сейчас не имеем печек в каждом доме нагревать воду, хотя такое тоже могло бы быть. Нет, у нас отдельные ТЭЦ и на много домов все распределяется водой. Так и была концепция большой машины, которая стоит где-то, а человек пользуется только экраном и проводом от этой машины, как телефон. Тем не менее, мы видим совершенно другое. Большие машины, конечно, есть, но они совершенно нас не касаются, у каждого свой персональный компьютер. Вот так и с этим. Интерфейсы мозг-компьютер должны прокладывать, будут прокладывать себе дорогу, помимо, по мере их применения. Ну, например, настольный манипулятор. Настольный манипулятор, дополняющий ваши руки. Вы занимаетесь своим делом, но вам позвонили, вот этот манипулятор, вы хотите взять телефон, вы дали команду непроизвольно, и этот манипулятор подносит вам телефон. И это реально. У нас сейчас работает манипулятор, который может играть в шахматы. То есть человек сидит, сложив руки, и управляет манипулятором, который берет шахматную фигуру, переставляет. Очень плоховато сейчас идет. Ну, идет, все работает. У нас сейчас есть робот прямо в лаборатории, который слушается мысли человека, который может пойти, поскольку это робот, у него много уже таких высокоорганизованных программ, значит, может сделать. Например, я подумал, что не подписать ли у меня ДК на бумагу. А там у него есть программа, он знает все это. У робота есть камеры, глаза, дальномеры. Все это он может сделать. А я сижу свое дело делаю. Телеприсутствие, то же самое. Человек присутствует там, где его нет. Декан не пугается робота, который приезжает к нему подписать бумагу? Ну, мы еще не пробовали, да. Ну, вы хорошая идея, надо будет. Спасибо, Александр, за этот разговор. Очень интересная тема. Ну, есть еще много сюжетов на пост науки с вашим участием, которые можно посмотреть. Я думаю, что их будет еще больше. У нас в гостях был Александр Каплан, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человек и животных, заведующий лабораторией нейрофизиологии, нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ. Любите науку и читайте пост науку. Спасибо. 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 Спасибо.